МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Карагандинской области назначен новый Аким. Им стал Ирлан Кушанов, бывший руководитель канцелярии премьер-министра. Экс-Аким Нурмухаммед Абдибеков назначен председателем счетного комитета. 9 месяцев с тремя внуками живет в гараже 62-летняя жительница Балхаша. Но и это место жительства придется поменять. Владельцы недвижимости попросили освободить гараж. Чтобы не допустить прошлогодней трагедии, санитарные врачи проводят учения в лечебных учреждениях на предмет выявления сибирской язвы. Акимом Карагандинской области назначен Ирлан Кушанов. Сегодня во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится с рабочей поездкой в Карагандинской области. Глава государства принял участие в сессии областного Маслихата, где обсуждалась кандидатура нового Акима области. Напомним, что главы областей назначаются президентом страны после одобрения кандидатуры Маслихатом. Ирлан Кушанов родился в 1962 году в Карагандинской области. 2 февраля 2012 года постановлением правительства назначен руководителем канцелярии, премьер-министром. Награжден орденами Парасад, Курмет и юбилейными медалями. Третья модернизация страны является главной повесткой дня для всех органов власти. Об этом заявил президент Нурсултан Назарбаев на заседании актива Карагандинской области. Я пришел сегодня выполнить свои конституционные обязанности президента. Сначала начнем с каждого вопроса, в связи с тем, что нынешний Аким области назначен на должность столицы, он переводит работу туда. Я должен был его освободить, что я и сделал. И предлагаю, предложил Маскехаду сегодня дать согласие на назначение нового Акима, которым стал Кушанов Ирланд Жаханович. Глава государства поблагодарил Нурмухаммеда Абдебекова за работу в должности Акима области и пожелал успеха на новом месте. Ерланд Кушанов выразил благодарность президенту и пообещал оправдать доверие. Для меня большая честь и ответственность – это оправдать ваше доверие. Я обещаю в будущем всем коллегам, которые находятся здесь, использовать свои знания, опыт и умения для исполнения поставленных вами задач. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить искренне благодарность всем карагандинцам, которые меня здесь приняли, как родного, помогали вместе, работали, преодолевали трудности определенные в непростые годы. И хочу пожелать карагандинцам новых успехов, новых свершений. И Ерлану Джахановичу, конечно, на новом месте, при поддержке актива области, новой плодотворной работы. Президент страны также в своем выступлении подробно рассказал о новых задачах по дальнейшему развитию государства. Он обозначил приоритеты для карагандинской области, такие как развитие предпринимательства, доверительное управление, сервисные контракты. Нурсултан Азарбаев также подчеркнул, что Караганда – это крупный локомотив развития экономики Казахстана. Будет введена специальная лейтинг в регионах и городах по лёгкости в ледяные бизнесы. Будем смотреть, какая выгодность, какие маты, в каких областях районных работ лучше работают и помогают людям. Для лучших мы учредим специальный премий, который будет участвовать один раз в год, день инвизиализации. Второе. Расширение границкого понимательства. Послание я уже обоснащил. Основные задачи. Где мы можем расширить бизнес? В каких секторах? Но поэтому идёт билотизация объекта. Большая у нас билотизация. В завершении совещания Новый Аким Карагандинской области дал присягу народу и президенту страны. В фигуре конституции. Мы должны быть в Казахстане. В Казахстане. Я в Казахстане. Я в Казахстане. Я в Казахстане. В Казахстане. Я в Казахстане. Я в Казахстане. Андрей Тенбуржан Ермагомедов. Первый. Карагандинский. 62-летняя пенсионерка Балхаша живёт в гараже с тремя внуками. Двух школьников удалось устроить в интернат. Но пятилетняя внучка всё время находится с бабушкой, которая передвигается на костылях. Пристройка под гараж находится в поселке Техснаб. 62-летняя Хания Шакирова уже 9 месяцев живет в гараже вместе с внуками. Это единственное жилье, которое по карману пенсионерки. На нескольких квадратных метрах только самая необходимая – печь и кровать. Пять лет назад пенсионерка сломала бедро. Вовремя не получила лечения. В итоге потеряла работоспособность. Получить инвалидность до сих пор не удалось. 12 тысяч тенге ей оформили как соцспособие. 10 из них женщина оплачивает за аренду гаража. Он меня отправил в Караганду. А в Караганде они даже здесь мне направление неправильно написали. Я в шестой этажку два раза ходила, чтобы сделать снимок. На пенсию по возрасту мне сказали, что если ты выйдешь на пенсию, то тебе инвалидность не будет платить. Мне вот сейчас на такси 2 тысячи надо, туда-обратно 2 тысячи. Дочь Хании, мать троих детей, сегодня на заработках в Астане. В столицу поехала, чтобы оформить документы. Их нет ни у нее, ни у детей. Я в Астане сейчас работаю на стройке. Мы переехали в 1991 году с Узбекистана. У меня прописки не было. Через 5-6 лет я потеряла свидетельство о рождении. Без свидетельства о рождении они не могли мне дать удостоверение. Мы в Узбекистан запрос высылали. Она пришла только через 12 лет. Но даже с этим документом матери троих детей не удалось легализоваться. В Казахстан она переехала еще во времена Советского Союза и не зарегистрировалась. Женщина рассказала, что в столице была на приеме у депутата, который обещал помочь. В миграционной полиции Балхаша об этой проблеме знают, но чем помочь не ведают. Ну, во-первых, смотрите, еще непонятно, гражданкой какой страны она является. Собираем на проблем бюро по правам человека, для того, чтобы установить ее принадлежность гражданству. Возможно, она является гражданкой Республики Узбекистан. В таких случаях гражданин должен обратиться в посольство. Он сделает документы. Если она гражданка Узбекистана, то оформляет паспорты и посольство. Мы тут ничего не можем сделать. Пенсионерка надеется, что дочь все же сможет найти работу в Балхаше и снять жилье. Ведь эту жилплощадь уже совсем скоро придется освободить. А пока же 62-летняя Хания Шакирова продолжает жить в гараже вместе с младшей внучкой. Благо старших удалось устроить в интернат. В Караганде обсудили вопросы оздоровления социально-экономической и религиозной ситуации в регионе. В областном Акимате состоялось заседание Координационного совета по вопросам обеспечения законности при областной прокуратуре. За последнее время в правоохранительные органы поступило более 600 сигналов об арендных квартирах, в которых собираются приверженцы нетрадиционных религиозных течений и прочие подозрительные лица. Взаимодействие правоохранительных органов с населением, по мнению представителей прокуратуры, это один из ключевых моментов в вопросах оздоровления религиозной ситуации в Карагандинском регионе. На сегодня проведено около 150 мероприятий, это различные встречи с населением, представителями кооперативов собственников квартир, совещания и обучающие семинары. Определили старших домов, разбили районы на сектора. Уже есть результаты. Поступило более 600 сигналов об арендных квартирах, сборящих подозрительных лиц, неблагополучных семьях. Для достижения поставленных целей созданы группы из числа квалифицированных специалистов. Многие из них не государственные служащие, а врачи, теологи, психологи, представители бизнес-сообщества и настоятели мечетей. Также предусмотрено создание общественных советов при городских мечетях из числа авторитетных аксакалов для контроля поступления пожертвований в мечети. Обучение имамов грамотное ведение диалога, раскрытие понятия джихада в исламе, ношение платка хиджаба в учреждениях образования, разъяснение концепции развития ДУМК до 2020 года, платформы мусульман Казахстана, проведение близ опроса прихожан мечети под деятельностью имама и других сотрудников мечети. В руководительной группе являются представители управления по делам религии Саматаев и города Тимиртау в Сарсимбаев. Участники Координационного совета положительно восприняли инициативы прокуратуры области. Было отмечено, что решение социальных проблем благополучно скажется на общественной стабильности. В ходе состоявшегося обсуждения были высказаны пожелания и рекомендации по повышению эффективности проводимой работы. Андрей Тенул, Жасгабасов, Боржан Ермагометов, Первый, Карагандинский. В этом году празднование Наурыза не принесет неудобств карагандинским автомобилистам. Ни одна из автодорог перекрываться не будет. Всего на оформление области затрачено около 8 миллионов тенге. Юрточный городок будет возводиться от каскада до набережной Центрального парка. Всего планируется установить 34 юрты. Для придания праздничного настроения в городе установят около тысячи элементов оформления. Украшения охватят все районы города. Примечательно, что в этом году празднование Наурыза пройдет в другом формате в виде специально подготовленного мюзикла. Об этом рассказал Ерки Булан Агимбаев, руководитель управления культуры, архивов и документации Карагандинской области. Подготовка уже за месяц вперед началась. Управление культуры, это значит, в этом году мы немножко по-другому хотим сделать мюзикл, который уже месяц назад начал свою работу, подготовку. Мюзикл состоит из семи блоков, где участвовали молодые поэты наши, землякие карагандинцы. Карагандинцы композитор музыку написал, такую большую оркестровую хор, много артистов, актеров будут участвовать, более 400 человек. Там же, конечно, и самодеятельные коллективы есть. Казахстан, да и весь тюркский народ готовится отметить праздник Наурыз. А Западный Казахстан, в отличие от других регионов республики, начинает праздновать наступление весны раньше всех, 14 марта. Именно в этот день наши предки перебирались на летнее пастбище, плато, устьюрк и по этому поводу устраивали праздничный той. Сейчас Амал стал забываться казахским народом. Лариса Хусаинова расскажет об особенностях этого праздника. По давней традиции в праздничный день нужно проснуться очень рано, и до наступления сумерей следует обойти всех родственников и друзей, постучаться в 40 дверей. Считалось, что за одной из них непременно встречешь кадарата, которая дарит счастьем в новом году. Главной и неповторимой особенностью в праздник Амал считается курсу, или приветствие. Обряд рукопожатия, когда младшие идут в дом старших, здороваясь с ними за руку и просят благословения у аксакалов. Считается, что чем раньше тебя поприветствуют и поздравят, тем больше счастья принесет Новый год. В день празднования принято прощать друг другу все обиды, одеваться в лучшие наряды, а родным и близким дарить подарки. В это время рождается скот, прилетают птицы, вокруг все расцветает. Птицы начинают пить талую воду. В этом году, конечно, погода не такая теплая, но главное, что у нас в душе тепло. Традиция встречать науры в Западном Казахстане раньше обычного существует уже три столетия. Пока не нашлось ученых, которые бы серьезно занялись исследованием происхождения праздника Амал. Но как бы это ни было, местные жители чтят традиции предков и отмечают наступление Нового года именно 14 марта. Балхаше возвели ханскую юрту. Шикарное сооружение установили здесь впервые. Дом кочевников состоит из 24 крыльев и сделан полностью из натуральных материалов. Такая юрта в свое время строилась для ханов и их семей. Ее диаметр составляет 11 метров. Необычную юрту установили Балхаше. Местные предприятия с помощью алматинских специалистов возвело юрту из 250 уиков. Даже понадобился кран, чтобы поднять шанурак на высоту 6 метров. Деревянные части юрты делаются из вербы. Это очень крепкое и гибкое дерево. Сейчас оно редко встречается в Казахстане. Юрты бывают из 4-6 крыльев и больше. Ханская – одна из самых больших. На установку юрты из 12-ти уходит 5 часов. А на эту юрту у нас ушел целый день. К празднику Науры внутри юрты будет организована выставка. Любой желающий сможет полюбоваться этим великолепным сооружением. А попав в юрту, перенесетесь во времена кочевников. Ажара Гибаева, Бауржан Ермагомбетов, 1-й Карагандинский. В нашу редакцию за помощью обратилась Гульмира Нуркайдарова. Осенью 2014 года ее родного брата избили 15 подростков. Пролежав 10 дней в коме, 45-летний Куаныш Нуркайдаров скончался. У него остались трое детей. Три года назад преступники были осуждены к большим срокам решения свободы. Но затем апелляционный суд существенно сократил сроки заключения. Недовольная таким решением, сестра Гульмира обратилась в областной суд. Задержать удалось 7 человек, по словам родственников, после первого судебного процесса в 2014 году. Октябрьский районный суд приговорил пятерых из них к 7,5 годам лишения свободы. Двоим дали 8 лет. После апелляции в 2015 году двоих приговорили к 5 годам лишения свободы. А пятерых оставшихся к 3 годам. Причем все они осуждены по статье хулиганства. Почему за убийство человека дают такой маленький срок? Всего 3 года. Они ведь украли жизнь моего родного брата. Где справедливость тут? Дети остались одни. Что делать не знаем. Преступники должны быть наказаны. Я буду добиваться справедливости, сколько бы времени на это не потребовалось. Однако осужденные заявляют о своей невиновности. Адвокаты большинства из них говорят о том, что те были просто свидетелями преступления. Но Гульмира Нуркайдарова в это не верит. Я вам честно хочу признаться на всем, что здесь действительно нет моей любви. Вот, как говорил мой знакомый, были поданы. Много жалоб со стороны, с нашей стороны получается. На свет закрывалась глаза. Потом, когда приговоры от меня не получаются, все начали шевелиться. Я же хочу еще раз вас попросить прощения. Но действительно, в случае, если даже было место в таком салюте произойти, приговор, я вот, когда был в мостах Николая Таранова, там сетит тысяч человек. Из тысячи человек, получается, нас двоих только увезли с зоны, получается. Из тысячи человек, сами поймите, это один из тысячи, который, наверное, на воде бывает, то есть пустяк, значит, где-то что-то человек, который был ваш брат, находит сейчас на свободе. Я хочу вот на этом сказать, что я не останавливаюсь. На сегодняшний день очередной пересмотр дела проходит в Карагандинском областном суде. Решение суда ожидается в ближайшее время. Асель Сазымбаева, Жасулам Акулбеков, Боржан Ермагомбетов, Первый Карагандинский. Еще на слуху вспышка сибирской язвы в Щетском районе Карагандинской области, в результате которой погибли люди. В прошлом году в Казахстане зарегистрировано 19 случаев заболеваний сибирской язвой. Из них в Карагандинской области 11. Сегодня санитарные врачи проводят специальные мероприятия, чтобы избежать подобного. Одно из таких учения состоялось в пятой поликлинике Караганды. В прошлом году в Карагандинской области было зарегистрировано 11 случаев, двое из которых с летальным исходом. Учебно-разъяснительная работа с гражданами – основной метод недопущения повторения ситуации, считают санитарные врачи. В пятой поликлинике карагандинцам рассказывали о том, как уберечь себя от заражения и что следует делать при обнаружении инфекции. Чаще всего заражение происходит летом, когда трава становится сухой и жесткой, легко ранить слизистую и споры проникают в организм животного. Человек может заразиться, если возбудитель проникает через поврежденную кожу, при уходе за больным животным, разделывании и захоронении туш, а также при употреблении зараженного мяса и молока. Сегодня мы проводим тренировочные учения. Это целью повышения готовности лечебной организации. Это совместно с управлением, значит, и пропотреблением района Казбекпи, и с областной станцией скорой помощи, и с участием правоохранительных органов. Мы проводим случай регистрации сибирской язвы, как мы готовы проводить противодемические, противолечебно-диагностические мероприятия. Если же вы обнаружили первые симптомы сибирской язвы, то необходимо незамедлительно обратиться в поликлинику, заявляют санитарные врачи, зарегистрироваться и пройти в специальный кабинет. Медикам же рекомендовано надеть специальный защитный костюм, и только после этого проводится осмотр. Если же факт подтвердится, то пациенты направляют в изолятор, после чего проводится полная дезинфекция помещения. Осель Сазамбаева, Жасулам Акулбеков, Боржан Ирмагамбетов, Первый Карагандинский. Казахстанский боксер Геннадий Головкин подтвердил, что его следующий бой пройдет в Казахстане. Об этом именитый спортсмен сообщил на финальной пресс-конференции перед боем с американцем Дэниелом Джейкобсом, который состоится 18 марта в Нью-Йорке. Предстоящий поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина и американца Дэниела Джейкобсона уже приковал внимание всей мировой спортивной общественности. 13 марта в Нью-Йорке состоялась финальная пресс-конференция, в рамках которой прошла дуэль взглядов. Добрый день всем! Я очень взволнован, все готовы. Всего пару дней оставалось до невероятного шоу. Я надеюсь, что Дэни отлично подготовлен. Я выражаю благодарность всей его команде. И, конечно же, спасибо моей команде, моим людям, которые сегодня стоят рядом со мной, моему тренеру. Соперник Геннадия также рассказал о своей готовности к предстоящему бою. Причем американец отметил, что готов к любому исходу поединка. Я готов к худшему раскладу. План на бой – это хорошо, но у тебя всегда должен быть план А, план Б, план С, если что-то пойдет не так. Это бокс. Напуган ли я? Конечно, напуган. Это самая ужасающая ситуация, в которой ты только можешь оказаться. Головкин – самый мощный панчер, и мы должны с этим считаться. В этом плане, естественно, я напуган. Но я не боюсь его. Субботу вы увидите меня в моей лучшей форме. Знаменитый зеленый и золотой пояс Всемирного боксерского совета WBC претерпел ряд изменений за 13 лет, а последним является включение казахстанского флага. Пояс WBC представлен лучшими и самыми зрелищными чемпионами в истории бокса, среди которых Мухаммед Али, Майк Тайсон, Оскар Делла Хойя и многие другие. Теперь, как знак уважения Геннадию Головкину, казахстанский флаг также украшает многолюдный пояс. Кроме того, Геннадий Головкин объявил о сотрудничестве с компанией «Хаблот» – производителем швейцарских часов класса «Люкс». Компания пожелала Геннадию удачи в предстоящем бою. На этой же пресс-конференции Геннадий Головкин заявил, что хочет привести бой домой. По его словам, в Соединенных Штатах бокс – это высший класс, но и казахстанцы хотят приобщиться к этому. О месте и времени пока не говорится, однако ранее несколько источников сообщили, что Головкин проведет бой в Казахстане летом в рамках Экспо-2017. Итак, 18 марта в Нью-Йорке на арене Мэдисон-Сквэр-Гарден состоится бой Геннадия Головкина с американцем Дэниелом Джейкобсоном. В прямом эфире его покажут телеканалы «Казахстан» и «Казспорт». По казахстанскому времени бой состоится утром 19 марта в 8 часов по времени Астаны. Андрей Тенба, Уржан Ермагомбетов, 1-й, Карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» уступил во втором матче четвертьфинала курганской команде «Зауралия». Игра прошла 13 марта на льду «Караганда-арена». Итоги встречи подвели только в дополнительное время – 2-3 в пользу курганских хоккеистов. Со стартового вбрасывания курганцы ринулись вперед. И такого напора карагандинцы, похоже, не ожидали. На третьей минуте гости убежали 2 в 1, и Евгений Полторак забросил первую шайбу в ворота «Сарарки» 0-1. Вторая треть матча началась для «Зауралия» также успешно. Курганец Артем Михеев зацепился за шайбу в центре площадки, ворвался в зону карагандинцев и броском по центру увеличил счет 0-2. Только после второй шайбы карагандинцы стали прибирать инициативу в свои руки. Благо, курганские игроки часто стали зарабатывать удаление. И вот Михаил Анисин буквально затолкал шайбу в створ 1-2. В третьей 20 минутке «Сарарка» все-таки отыгралась. Олег Ламаку в одно касание из круга вбрасывания пробил вратаря 2-2. В овертайме игру под свой контроль сразу взяли хозяева льда. Но на 66-й минуте 73-й номер «Зауралья» поразил ворота «Сарарки», принеся своей команде победу 2-3. Счет в серии теперь равный 1-1. Ну, что ж, отличный матч получился боевой, держал напряжение до конца. Я думаю, ну, понятно, что после вчерашней игры мы кое-какие сделали замены, кое-как что-то поменяли в своей игре. В общем-то, я считаю, что выглядели сегодня довольно-таки неплохо. Чисто проваленный первый период. 11 вынужденных потерь. Проиграли все вбрасывания. 5 неверных решений. Так игру нельзя начинать, особенно в таких играх, как плей-офф. Второй, третий период, да, добавили, перестроились. Немножко поговорить в раздевалке пришлось. В повышенных тонах и то, что вытащили, да, в основное время были моментики. Ну, я думаю, что соперник здорово сегодня, конечно. Играл он особенно в позиционной обороне. Как говорится, начинаем опять, да, с нуля. Готовимся к матчам в Кургане. Следующие игры в рамках четвертьфинального противостояния состоятся в Кургане 16 и 17 марта. Напомним, что матчи будут длиться до четырех побед одной из команд. Андрей Тенборжан, Ермагомедов, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амаса Ублгстер. Редактор субтитров А.Семкин